В 1802 году, в октябре, после того, как родничев скончался, его дети продали в комиссию составления законов, для составления законов, где родничев трудился до смерти, часть его книжного собрания. Известно нам, с одной стороны, из документов, сохранившегося архива комиссии, а с другой стороны, из публикации, которую в 1902 году в «Делах и днях» поместил Яков Лазарь в Борсков. Это была исключительно юридическая часть библиотеки Радищева, по-видимому, библиотеки его было значительно больше. И благодаря списку купленных книг, опубликованных Борсковым, мы знаем 130 пунктов того, что было куплено. В этом списке 77 французских книг и 53 немецких книги. Борсков, когда делал свою публикацию, он попытался соотнести очень краткие и неравноценные записи этого перечня с известными библиографическими описаниями. Основным источником для него послушило это издание, каталог библиотеки второго отделения, собственно, императорского величества и панцелярия, потому что это библиотека комиссии составления закона. И Борскову удалось соотнести из 130 пунктов 11 французских книг и 24 немецких книг. Это то, что было известно. К этому списку практически не обращались. И так получилось, что к юбилею Радищева в 2002 году вместе с Антоном Валидовичем Деминым на попытку с использованием тогда еще только входивших в наш оборот электронных библиотекических ресурсов, также печатных изданий, снова попробовался отнести этот список с известными описаниями. Нам это относительно удалось. Более не удалось идентифицировать все немецкие книги и большую часть французских. Комантам 53. Большая проблема, почему с французскими хуже. Удивительным образом французская и немецкая часть этого перечня неравноценны в точности описания. В французских книгах очень часто не указывается автор издания. Заголовки приводятся значительно более коротко, чем в немецкой части. И мы очень часто в французской части перечня вынуждены гадать. Мы с Антоном Вольфовичем тоже пытались смотреть на этот самый печатный каталог, который должен был указывать на известные экземпляры, которые хранились в конце XIX века в библиотеке второго отделения. И удалось соотнести в 40 французских и в 38 немецких заголовках. Но никакое библиографирование, которое само по себе позволяет работать с темой знаний, которая предположительно была в библиотеке писателя, не заменит знакомство с тем экземпляром, который писатель непосредственно держал в руках. Задача выявления этого экземпляра была поставлена, но долгое время ничего не удавалось сделать. И не удавалось из-за нескольких проблем. Какие у нас основные проблемы с этим списком? Прежде всего, этот перечень приобретенных книг нам известен только по публикации Барскопа, для рукописного подлинника этой публикации. Какого-то перечня нет. Его нет в фонде комиссии составляющих законов Рукеана, его нет в фонде Барскопа. Мы можем работать только с тем, что было напечатано Барскопом. А там явно в некоторых случаях есть неточности в передаче текста оригинала. Следующая проблема. Книги были приобретены в 1802 году, а до сих пор самое ранее известное нам описание этого собрания это печатанный каталог 1880 года. По цифрам видно, что количество выявляемых изданий по нему значительно меньше, чем тот список, который поступил в комиссию. Кроме того, известно, что с 60-х годов эта библиотека перестала быть закрытой. Библиотека учреждений, к ней получили доступ люди со стороны, и в том числе, например, студенты в юридическом ходе этого университета. Соответственно, эти книги могли читаться не только сотрудниками, но вообще любым человеком из города, кто получил разрешение. Еще большая проблема состоит в том, что иностранный фонд библиотеки Российского государственного исторического архива, куда перешла библиотека первого отделения, не описан в каталог. Он описан только в инвентарной книге, которую они выдают исследовать. И, наконец, электронные каталоги, особенно сводные электронные каталоги Российских библиотек, пребывают в довольно плачевном состоянии. Любая попытка соотнести эти книги с конкретной экземплярной по указанам Российских библиотек, требует очень серьезно проработать с каталогами. Я попытаюсь показать, что некоторые проблемы хотя бы частично могут быть решены. Прежде всего, что удалось найти по случайному стечению обстоятельств, я просматривал опись по другому поводу, и обнаружилось, что в новом собрании рукописной книги в РНБ хранится рукописный каталог комиссии составления законов, составленный в 1814 году библиотекарем комиссии Баранова. Каталог включает в себя 613 номеров, и просмотры его на соответствие с списком книг, купленных у детей Радищева, выявляют 51 французскую и 41 месту книгу. То есть, 92 книги из 130 приобретенных к 1814 году были в составе библиотеки. Каталог имеет очень много помет, из них самое интересное с точки зрения выявления экземпляров это отметки о передаче части собрания в публичную библиотеку. В 50-х годах второе отделение исправлялось от непрофильного собрания, и многие экземпляры были переданы в публичную библиотеку. Из всего этого множества только один экземпляр соответствовал экземпляру израильщевского списка. Это из французский штатский дехизмус. Действительно, он находится в собрании полиграфии, на нем есть штамп библиотеки в комиссии «Странение законов». Когда я взял эту книжку в руки, я очень обрадовался. Но так вышло, что вечером того же дня я читал монографию Марка Абрамовича Юсима у Макеавеля в России. Мне показалось, что Марк Абрамович нашел этот экземпляр за 15-20 лет для меня. То не была вот эта вот одна Радищевская книжка, нам точно известно. Но в принципе было известно, что книги из собрания Радищева должны иметь на себе штамп вот этой самой библиотеки комиссии составления законов. Но по видео можно руководствоваться еще другими, несколькими другими признаками издания. Доклад об этом я делал очень короткий в начале 2015 года. По чистой случайности удалось на полдня загрузить сотрудницу библиотеки РГИА, которая как раз занималась инвентарными книгами, и она действительно просмотрела то, что у нее было набрано, очень небольшая часть, и выявила 6 французских и 11 немецких книг по этому списку. И знакомый с ней показал, что это действительно книги Радищева. На двух изданиях мы находим маргинальные записи с почерком, соответствующим Радищевским почерком. Это французский и русский шрифт. Просмотры изданий показал, что у них есть некоторое количество общих разумностей. Естественно, на них всех есть штамп библиотеки комиссии составления законов, на них всех есть номера по рукописному каталогу Баранова 1814 года, и на них всех проставлены номера по печатному каталогу 1880 года, что, конечно, совершенно естественно. Что еще? На предприплетных листах, помимо вот этих вот понятных, объяснимых номеров, есть номера, которые укладываются в очень небольшой промежуток от 1005 до 1036. Это на 15 изданиях. Переплет сделан однотипно, это как картонные крышки, обтянутые крашеной бумагой, двойные линии, 6 штук, красная, напрейка с названием тома. И помимо этого, припереплетные листы в этих переплетах все сделаны, это бумага с филиграньями, картонная фабрика Николая Хлебникова. Что я попробовал сделать сейчас к этому докладу? Понятно, что те издания, которые уже отражены в каталоге Баранова, и которые не вошли, например, в печатный каталог 1850 года, их на самом деле не очень много, но чтобы их отождествить с различными изданиями, на них должен быть Барановский номер и штамм библиотеки комиссии составления запресса. Но вот по этим признакам можно было бы предположить, что мы можем соотнести издания, которые были зачитаны до того момента, как был составлен каталог Баранова. Я попробовал посмотреть петербургские собрания с юридической книгой, библиотекой юрфак СППГУ, отдел этой книги СППГУ, БАН и РНБ. Просмотр оказался довольно неутешительным. Ничего с этим переплетом и подобной бумагой найти не удалось, что удалось найти сейчас, в РНБ нашлась одна книга, это полицай Вишеншафт Юсти, на которой был выскоблен штамп. Вот этот штамп по размерам, по очертаниям, и на переплетном виске остался оттиск, по очертаниям, то, что не было, полностью соответствует штампу комиссии составления закона. Но переплет в этой книге совершенно другой. И на ней нет барановских номеров, и на ней нет вот этих вот номеров, которые укладываются во что-то около тысячи. Значит, посмотрите, что у нас сейчас есть с Радищевскими экземплярами. Понятно, что довольно значительная часть этих книг продолжает храниться в региа. Мы сможем их выявить, когда будет создан каталог, или инвентарные книги будут переведены из рукописного вида в электронный. При этом нам понятно по сопоставлению печаток в 80-го года и рукописного 14-го, что с того момента, как они были показаны в 14-м году, пропало из библиотеки очень мало, их буквально 5-6 книг, которые выпали к тому моменту. Что касается книг, которые были зачитаны в первые 10-12 лет после покупки, то здесь, по-видимому, перспектива выявления очень нерадушна. Книги, еще раз здесь мы посмотрим на штамп, имеют название библиотека комиссии составления законов, и это значит, что штампы ставились не раньше 1814 года, когда комиссия сменил название с комиссия для составления законов на комиссия составления законов. Книги были... Учет книг велся, по крайней мере, с 1805-го года. В 1814 году Баранов проводит проверку находящихся на руках экземпляров, которые он не находит в собрании. И по материалам АГИА, там отмечу, что эти книги брались на руки начиная с 1805-го года. Причем некоторые люди говорят, что проверьте эту книгу по новому каталогу, у нее там такой-то номер. Это значит, что действительно был старый каталог, который нам неизвестен. Но, судя по всему, часть книг была взята и не возвращена еще до этой самой начальной каталогизации. Что касается вот этого однообразного переплета, он был... Это точно не Радичевский переплет. Во-первых, потому что там обрезан Радичевским Макеннави при переплете. Там мне внезапно в АГИА вынесли одну книжку, которая не значится в Радичевском перечне, но которая переплетена точно так же. Книги, которые таким образом переплетены, это с 741-го по 802-й год. То есть Радичев не переплетал, эти книги переплетали уже в комиссии составления закона. Когда их таким образом переплетали, сказать мы не можем, потому что документация комиссии составления закона РГИА начинает упоминать деятельность в библиотеке где-то с 808-го года и ничего про переплет в ней нет. То есть, скорее всего, несколько десятков этих книг не имеют никаких помет, которые бы указывали нам на одежность Радичева. Радичев ни на одном из этих 20 экземпляров, которые нам сейчас известны, собственно, Радичевских, ладичевских записей, нет. Поэтому все, что нам остается, это надеяться на то, что собрание РГИА будет когда-нибудь нормально коллокизировано. И в этот момент мы, наконец, сможем нормально работать с Радичевским. Все, спасибо большое. Вопросы? Вопросы по поводу Радичевских маргиналий. Вы их разбирали и сказали, что они обрезаны в корме? Да, значит, маргиналии, которые точно Радичевские, содержатся на двух книгах. Вот на этой самой теории, они очень интересны. По ним видно, что Радичев, ему очень нравится Бонапарт. Нет, не знаю. Да, и он видит Бонапарта как идеал правителя. Внезапно видно, что он одобряет екатерининскую политику по завоеванию Казахстанополя. Приводит ее в пример, что Бонапарта и Екатерины образцы правителя, которые расширяют свое владение. И там есть еще ряд французских маргиналей на этом издании. Очень интересные. В одном из немецких изданий, это поведен был учебник, который раньше пользовался в Лейпциге, там есть вставки с немецким руководительским текстом, но сказать Радичевские это записи нет. У нас есть недавно найденный один немецкого времени, Лейпциевского времени, Радичевский автограф, но там настолько стандартный почерк, точно соотнести с стандартными получаются. Пометы на тех книгах, которые хранятся в РНБ, это исключительно отчеткивание, в ряде случаев отчеткивание ногтем. Они, то что отчеркивается интересно, в одной из книг размечена только теоретическая часть, происходит это в форс-постановительство, Радичев не залезает, то есть тот, кто читает, не залезает, но тело книги и довольно активно читает теоретическую часть. Про Маргиналью можно только говорить в отдельные исследования. Еще вопросы? Такая вот инициатива, с которой выступила Российская национальная библиотека посвятить во-первых, русские чтения памяти Владимира Сергеевича Рублинского, дает мне возможность вспомнить другого исследователя, собравшую очень важную роль в том интересе, который появляется в России, в Грибурге в том числе, к французской литературе 18 века. Это многодетка Васильевна Розумовская. Ну и по такому странному совпадению, сегодня, 2 ноября, это день памяти Владимира Васильевна, 15 лет назад в этот день она ушла от нас, и очень символично вспоминать ее здесь, потому как наряду с филологическим факультетом Санкт-Петербургского университета публичная библиотека была ее родным домом, это были два любимых ее места в Петербурге. И, собственно, я, мне хотелось бы начать с вами очень краткое выступление с эпитафией, написанной ее супругом, правда, мы были значительно раньше, чем она сама, Сергеем Куле, которого не печатали и не сдавали при жизни, но который ныне считается одним из самых оригинальных и интересных верлибристов. В этом мире оставим горсточку пепла, горсточку пыли, горсточку лепестков с иероглифами, горсточку чего-то еще в твоей душе, только в твоей овчей же еще. Ну и, собственно, мой доклад как раз о лепестках с иероглифами и о душе. Для Маргариты Васильевны никогда не было проблем в выборе профессии. Она с юных лет знала, что посвятит себя именно филологии. И во многом ее будущая научная судьба определилась с тем, что в студенческие в эспиранские годы ее учителем стал один из самых блестящих и крупных ученых своего времени Борис Георгиевич Ризов. Сам Борис Георгиевич, собственно, литературой 17-18 века не занимался, но, тем не менее, в сносках, в ссылках его многочисленных работ, посвященных творчеству Бальзаков, Лабера, Стендаля, можно увидеть мерцающий силуэт именно этой эпохи. И первым героем научных исследований Маргариты Васильевны стал герцог Дель-Арош-Фуко. Ну, безусловно, в выборе темы и особого ракурса этой темы была такая благородная оппозиционность, которая всегда проявлялась в работах Маргариты Васильевны. Она, по существу, одной из первых стала заниматься соизучением творчества Ля-Арош-Фуко в России, и, собственно, это тоже было характерным для ее научных интересов. То, за что она бралась первым, впоследствии становилось очень модным или популярным. Это относится и к мемуарной литературе, и к роману XVIII века, и к литературе о путешествиях, и к связям литературы и науки. Ну, герцогу Дель-Арош-Фуко была посвящена кандидатская диссертация Маргариты Васильевны, первая ее монография, ну, а также ей была написана вступительная статья и сделаны комментарии к литературным памятникам, в которых изданы были мемуары и Максима Ля-Арош-Фуко. Ну, и, собственно, XVII столетие это такой вот центр притяжения для Маргариты Васильевны. Она очень интересовалась, очень любила Мольера. Мольер – это один из ее любимых авторов. Этому автору были посвящены не только ее спецкурсы, но и многочисленные ее публикации. Ну, также интересовалась, я привожу только выборчный список публикаций, интересовалась она и Лафонтеном, и Росином, и Корнелем. Но к 70-80-м годам главные научные интересы Маргариты Васильевны сосредоточились вокруг французского романа. Это роман XVII века и роман XVIII века. И тем, кому посчастливилось слушать ее спецкурсы о романах XVII и XVIII веков, надолго сохранили, я в том или не в том числе, мы все надолго сохранили воспоминания о том выразительном и необычном мире французских романов, чьи авторы так хорошо запрягали своих лошадей, как говорила Маргарита Васильевна. Мы погружались в совершенно удивительный мир романов «Анерэ Дарфе», «Ля Препренеда», «Гомбервилля», «Мадам де Скудери». Ну и, собственно, докторская диссертация Маргариты Васильевны была посвящена французскому роману первой половины XVIII века. Это, собственно, французский роман первой половины XVIII века и формирование идеологии просвещения от персидских писем до энциклопедий. Докторская диссертация была защищена в 1986 году. Но в результате многолетней педантичной работы, накопления огромного материала, анализа сотен французских романов, многие из которых представляют собой многотомные произведения, Маргарита Васильевна и подготовила вот эту фундаментальную работу, посвященную французскому роману, и из которой в дальнейшем очень логично выливаются несколько монографий. В частности, вот первая монография на основе докторской это «Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов». Ну и фактически, благодаря именно монографии Маргариты Васильевны, благодаря многочисленным ее статьям, в широкий и научный обиход входят совершенно новые на тот момент литературные имена. Это имена Даржанца, Кейлюса, Вазенона. А среди таких вот любимых авторов Маргариты Васильевны это, несомненно, Дзюдро, Вальте, Рабат-Прыгок, Корбиен-сын, которым, собственно, посвящены многочисленные ее работы. Маргарита Васильевна, да, ну и, собственно, вот этот ее широкий интерес к авторам 18 века проявился в многочисленных статьях, написанных ею для энциклопедического словаря русско-европейские литературные связи 18 века, который изгон уже был после смерти этого ученого. Маргарита Васильевна всегда очень интересовалась связями литературы и науки. И, собственно, вот это проявилось в ее монографии от персических писем до энциклопедии, где она погружается в изучение естественно-научных теорий этого времени 18 века и тому, как эти теории отражались в художественном творчестве. И, собственно, вот этот интерес к литературе и науке проявился очень во многих публикациях Маргариты Васильевны, где она пишет о философском диалоге у Дидро, о романе-энциклопедии Дидро и Дламбера, пишет о библиотеке ученого и библиотеке романиста 17 века. Ну и с этой же темой связана и последняя опубликованная Маргарите Васильевной при жизни монография, посвященная Бюфону, который был одним из ее любимых авторов, ну и, собственно, известно, что Бюфон считался лучшим стилистом 18 века, и его естественную историю Маргарита Васильевна рассматривала именно со стороны поэтики, со стороны художественных особенностей этого великолепного текста. Ну, работа эта привлекла французских исследователей, которые были удивлены, что в России появилась вот такая книга «Бюфон писатель», и по их просьбе мною было составлено резюме этой книги, которая была опубликована в сборнике «Дизбитьем секлю» в 2009 году. Но, собственно, вот к Бюфону она неоднократно обращается и в своих публикациях, не только в этой монографии. Среди пристрастий и увлечений Маргарита Васильевна особое место занимали русские писатели. Она любила говорить, нет лучше науки, чем наука о российской литературе, о русской литературе. И она по праву гордилась своим знанием Толстого, Гончарова, Салтыкова, Щедрина, Достоевского, Чехова. Всегда умела блеснуть и редкой цитатой, и острым русским славцом, которое приобретало в ее устах какое-то особое щебольское очарование. И русско-французским литературным связям посвящены очень многие ее труды. И именно здесь были сделаны ей очень важные открытия. Ну, например, открытие того, что большая часть почты духов Ивана Андреевича Кырглова является лишь переводом романов Маркиза Доржанца на русский язык. Неожиданные типологические суждения, открытие поразительных фактов международной литературной жизни, тонкий анализ рецепции французской литературы в русской интеллектуальной культуре. Вот, собственно, основные темы ее статей. Ну, и вот мы видим тут Сутыков-Щедрина очень часто, которого она очень любила и превосходно знала. И, собственно, вот сопоставление с французской литературой. Последняя тема, к которой обратилась Маргарита Васильевна, и этому должна была быть посвящена следующая ее монография, это тема Нового Света и того, как завоевание, освоение французами Нового Света отразилось в художественной литературе. Ну, на эту тему был написан ею ряд статей. Ну, необходимо остановиться именно к переводческой деятельности Маргариты Васильевны. Она была довольно активным переводчиком. Я хочу привлечь внимание только к ее переводам двух новелл Маркиза де Садо, которые появляются в 1991 году, когда Садо фактически не был известен. И это первые переводы на русский язык, которые были сделаны. И Маркизу де Садо была посвящена ее статья, тоже одна из первых в России вот уже этого времени. Ну, вообще, Маргарита Васильевна к Садо относилась весьма и весьма скептически, считала его очень слабым писателем. Ну, и вообще, предпочитала всегда держаться подальше от революционных событий, в основном занимаясь первой половиной 18-го столетия. И в этом сказывалась ее такая оппозиционность по отношению к советскому режиму в то время. Ну, собственно, вот переводы из Маркиза де Садо были опубликованы в журнале Аврора за 1991 годы на 9-й и 10-й номера. Ну, и, конечно, Маргарита Васильевна большая часть деятельности Маргариты Васильевны связана с ее преподавательским трудом. Она была соавтором многочисленных историй зарубежной литературы 17-го и 18-го веков, которые постоянно переиздаются, до сих пор переиздаются. И, собственно, нынешние уже мои студенты учатся, опять же, по этим учебным пособиям. Ну, и вообще Маргарита Васильевна обладала удивительным преподавательским даром. Ее студенты называли Сарой Бернар, настолько она хорошо умела играть, именно будучи за кафедрой. Именно благодаря Маргарите Васильевне очень многие увлекались французской литературой 17-го, 18-го века. И когда на втором курсе начинался ее курс, романская кафедра, да и другие кафедры, очень переживали, что все студенты ринутся в литературу ведения, а не в лингвистику. И действительно такая опасность была, насколько этот человек умел увлечь, умел заинтересовать теми предметами, теми авторами, которых она очень и очень любила. Ну, и благодаря вот этому энтузиасту Маргарите Васильевне, благодаря тому, что она была просветителем в подлинном смысле этого слова и несла свои знания, щедро очень делилась с ним, именно благодаря этому, в общем-то, в России сформировалась целая школа диспетемистов, исследователей и 17-го, и 18-го века. К сожалению, вот некоторые уже ушли от нас, это Ирина Владимировна Забоборова и Ирина Владимировна Лукьянец, но в то же время вот ныне здравствующие и активно продолжающие дела Маргариты Васильевны и Наталья Тиграновна Боксарьяна и Александр Федорович Строев, которые не были ее учениками, но, безусловно, были знакомы хорошо с ее работами и, в общем-то, пришли именно к французской литературе 18-го века во многом благодаря ее трудам, они продолжают собственно дело Маргариты Васильевны. Ну и завершая свой такой очень краткий беглый обзор разных старых деятельностей этого уникального человека, ученого, педагога, исследователя, я хочу его завершить опять же строками ее супруга Сергея Леонидовича Куле. Будь я художником, я бы имел мастерскую с видом на небо и писал только небо. Будь я воятелем, я бы воял только античных героев. Будь я певцом, я бы пел только песни без слов. Будь я актером, я бы играл только тебя, Маргарита. Не знаю, с большим ли успехом. Я тоже попыталась сыграть сегодня Маргариту, не знаю, с большим ли успехом. Спасибо вам за мной. Добрый день урожай, мои коллеги. Во-первых, хочу поблагодарить за предоставленную возможность выступить в прекрасном месте. Это очень приятное, волнительное для меня. Я вообще не являюсь исследователем обучения просвещения, ее кладу. И в своем накладе я хочу представить взгляд на просвещение и просветителей со стороны очень критически настроенных в эпохе и дальше к ее деятелям. Речь пойдет о восприятии просвещения и просветителей в трудах Алексея Федоровича Лосева. Фигура значительная, конечно, масштабнейшая фигура, известная фигура. И, конечно, мы понимаем, что будучи представителем русской религиозной традиции, Алексей Федорович Лосев относится, конечно, к эпохе просвещения для того, чтобы даже не только критически, но, можно сказать, отрицательно. Вот. И очень недоброжелательно, очень отрицательно и порой даже резко, грубо очень высказывается умело делать об эпохе просвещения и ее деятелям. Казалось бы, понятно, что такое отношение вызвано прежде всего антиклирикализмом деятелей фигуры освещения. Но в своем докладе я хотела бы посмотреть, какие именно претензии предъявляет Лосев. Что именно он не принимает и почему. Значит, Алексей Федорович вообще не очень там много говорит о деятеле как в эпохе посвящения. Если мы начнем посматривать его тома, то там буквально может быть два-три упоминания по сравнению с десятками, сотнями упоминаний плотина, плотом и кегет. Вот. Но эти упоминания всегда очень яркие, очень яркие, очень такие, ну, скажем так, агрессивные свои негативные оценки. Ну, вот, например, в диалектике мифа, когда он говорит о соединении мистики и логики в нем платонизм. И говорит о том, что только не читавшие никогда платон и плотина сентиментальные дураки и вражденцы и просветители видят здесь какие-то беспредметные платонические чувства, которым не свойственна никакая логика. И о том же далее. Внутренне прогнившее духовное мещанство, если платон, это жалкий салонный блуд и дедро. То есть очевидно, что здесь даже не критика, он буквально ругается. Почему же он так ругается? Во-первых, отношение Алексея Федоровича Лосева к эпохе просвещения и к самим просветителям вытекает из его абсолютной мифологии, историософии и его объективно-символического персонализма. Ну, конечно, некоторые моменты нужно здесь пояснить. Во-первых, Лосев как религиозный православный деятель исходит из неразрывной связи веры и разума. вера, как того требует диалектика, цитирую не может осуществляться без знания и даже есть само это знание или его вид. И знание не может осуществляться без веры и в сущности своей, и есть не что иное, как вера. вопреки вопреки относительной мифологии выступающей выставляющей на первый план то веру без знания то знания без веры абсолютная мифология может избрать только один путь признать одинаковую совершенно равноправную ценность и веры и знаний. Итак, абсолютная мифология Лосева по сути дела это построение христианской нефологии христианской даже философии это построение христианской философии основанной именно прежде всего на православии то есть это православная христианская философия сейчас нет возможности подробно конечно не нужно говорить о дробно Лосевских понятиях но отметим лишь что для Лосева миф это сфера реального существования личности в истории это есть целостное бытие личности не сводимое к ее отдельным проявлениям мифология это то что лежит в основе всякого мифа это его смысловое ядро то что проявляется во всяком моменте жизни личности будь то искусство наука или повествование или повседневная бытовая практика значит личность по Лосеву это максимально реальная очевиднейшее и выразительнейшее бытие в котором соединяется логическое идеальное бытие физически материальное и животно-органическое и индивидуально-психическое цитата Лосева в личности синтезируются все аспекты бытия в то же время личность как ничто не то не другое и не третье по Лосеву ну и понимание личности по Лосеву возможно только через символ и христианство для Лосева это такой тантологический символизм при этом Лосев строит свою очень интересную эстерийцовскую систему эстерийцовь для Лосева это важная часть его деятельности и история у него имеет начало и конец понятно как для любого христианского Лосева вот и при этом при этом каждое мгновение в истории имеет особый смысл и может быть оценено с точки зрения приближения то есть положительная оценка к Богу или удаление отрицательная оценка дано очевидно что периодом наибольшего приближения человека к Богу Лосева было христианское средневековое эпоха максимального воплощения в истории принципов абсолютной диалекции абсолютной философии а возрождение это величайшая трагедия с точки зрения Лосева это поворот в сторону от Бога и эпоха посвящения это один из типов или частных случаев относительного воплощения самое главное здесь для Лосева это разрушение символической сущности личности акцентуация одних ее аспектов и подавление других в ущерб целостности личностного бытия акцент на земной социальной жизни и подавление критика и негативное отношение к религиозной практике и вере очевидно то с чем Лосев смириться не может то есть понимание личности как разумной личности личности социальной не нуждающейся в таких моментах как вера и Бог удаление Бога из мыши из мышления из концепции то есть все это вызывает острую негативную реакцию по Лосеву Бога деятелей просвещения это только условная идея и философия просвещения это философия условности подлинным мифом стала эта условность и поэтому те реальные мифы которые жило человечество в течение тысячелетия оказались условными условным и произвольным украшательством жизни наподлинным пареньком бытия говорит Лосев и он упрекает просвещение непонимания сущности средневековья упрощения углубления вот но интересно здесь знаете это вроде бы все это логично и понятно с точки зрения Лосева вот но он говорит о том что то просвещение и после него наблюдается отход от христианских ценностей и по мнению Лосева Декарт Кант Гитл Фейербах которые называют выразителями европейского сатанизма еще больше и безбожники чем Вольтер Детрой Руссо вот и тоже бронит Лосев однако бронит не так вот не так бронит и интересно почему интересно почему значит и связано это как мне представляется здесь со следующими моментами опять же с той концепцией с тем пониманием личности которая есть у к которому соответственно не соглашается в эпоху просвещения он говорит что просвещение обрезает личность до разума понимаемого упрощенного решает реальности бога не делая никаких превращений во время немецкая классическая философия в лице безбожников Канта Фихта гениальнейшего философа металлогии Шеринга возвращает утерянную со времен средних веков полноту субъекту и миссии а это в свою очередь принципиально для Лосева и для него история как земная жизнь человека трагична в своем существе история как я уже сказала это движение в направлении от бога полностью по пути самопознания саморазложения и одновременно возвеличивания человека как самополагающего себя то есть вот это движение от бога проявляется в усилении человеческой индивидуальности и в итоге в итоге от падения человека от бога потери веры вот но парадоксально мы видим что Лосев говорит но это оказывается неизбежно и даже более того необходимо Лосев говорит о том что трагедия истории в том что развитие становления личности ее самосознание происходит вместе с ее отпадением удалением от бога это мы уже сказали и сам первородный грех это тоже от самосознания присвоение критериев развлечения и оценки первое отделение себя от бога но именно на этом пути происходит рождение личности Лосева и он говорит о том что вот такое падение саморазложение саморазвлечение такое доведение дохождение личности человеком до пределов вот этой индивидуальности и индивидуализма оно необходимо для того чтобы потом начать обратное движение обратное движение к собиранию человека в боге то есть возвращение к богу то есть только дойдя до последней глубины этого отпадения человек может вернуться обратно только тогда он будет способен не отпадать когда преодолеет это отпадение и увидит что тьмы не существует что все есть свет что все есть бог цитирует а собственно с этим ощущением истории трагедии у Лосева связано ощущение как эсхатологии и основная претензия к эпохе посвящения к эпохе деятелям посвятителям у Лосева состоит в том что они решили личность глубины но ничего не то есть ничего не дали ей к тому чтобы можно было опять возвращаться к Богу и вот он говорит о том что просвещение 18 век это эпоха подъема буржуазии посвященная 18 век дал французских философов революции которые оказываются пустыми салонными полтунами и верхоглядами в сравнении с немецкими идеалистами вот такой взгляд на освещение со стороны лицей и лосева вопрос и реплики позвольте лицей это позвольте нет это вопрос а если какие-то параллели оценки просвещения что-то схоже с лосевым то что высказывали с например правыми филосками на западе 20-30 годах салонным марклом хайдеггером или представителем право консервативной революции паханца прайера вот эти честно говоря сейчас не готовы ответить на этот вопрос не возьмусь просто в силу готовности вопрос сейчас как раз идет публикация так называемой черной тетради хайдеггера там тоже можно посмотреть то есть как раз вы мутинный дневник где он вот это интересно потому что хайдеггером и сейчас тоже с Витей начинают заниматься но пока это у меня еще не в том виде чтобы публично пока говорить спасибо Даш спасибо здравствуйте дорогие коллеги друзья мне очень приятно перед вами сегодня выступать спасибо сюжетная схема кандиде сводится к типической греческом романе влюбленные разлучены ищут друг друга находят снова теряют друг друга и снова находят Вольтер не только заимствовал из античных романов принципы композиционного построения генетически восходящих мифов и волшебной сказки но и ссылался в кандиде непосредственно на произведения Кихила Таттия Лонга и Петрония Арбитра тексты которых находились в его библиотеке проблема активного использования Вольтера томов из книжного собрания Ферне была поставлена Люблинским исследовавшим тексты из его библиотеки хранящей множество следов его работы и творческой мысли маргинальных закладок заметок повести в Кипи и Клитофонсе дав несохло за телекон в соответствии с замыслом Вольтера сделать из кандиды пародию на греческий любовно-авантюрный роман стали источником сведений об устройстве этой жановой формы источником цитат фундаментом для иронического и травестивного переосмысления традиционных для античной билетристики господствовавших в 17-18 веках и особенно во Франции мотив страсть между двумя незнавшими любви благородными юношей и девушкой является греческом романе отправной точкой сюжета традиция изображения роковой посланной иротом в наказание или как в случае с допустимой Хлои в дар любви похожей на болезнь берет свое начало от романа Ксенофонта и Фескова и получает развитие в Левкипе и Клитофонте Ахилла Тарти Вольтер трактует данный мотив Кандиде с позиции ракальной эстетики с присущим ей комизмом и гривозностью завязка философской повести Вольтера композиционно выстроена по схеме первой части романа Ахилла Тарти Левкипе и Клитофонт Кандид и Кунегунда встречаются в домашней обстановке они связаны формальными родственными связями пытаются вступить в связь до брака после чего бегут от гнева родителей Более того герои Тати и Вольтера получают предзнаменование перед встречей Клитофонт видит картины на сюжет похищения Европы и сон в котором он с ростю с девушкой нижнюю частью своего тела до самого живота а потом их разлучает страшная большая женщина рассекая их друг с другом А Кунегунда видит занятия металит урок экспериментальной физики панглосса и горничной Однако реализация Вольтера романтичного мотива любви двух благородных и прекрасных молодых людей помимо явных реминесценций из романа Тати можно просветить и традицию вокалической повести Лонга Дафни Суехлоя как Кандидо Кунегунда знакомые с рождения очевидно предназначены друг для друга Дафни Суехлоя соознать любовь помогают теоретические уроки старого пастуха Филета Кунегунде и Кандидо уроки экспериментальной физики о которых я уже говорила У Ахилла Тати любовь к Летофонту крепки петтуальна С одной стороны это поэтическое роковое чувство преклонения перед мистической по своей природе красотой Цитата Как только я увидела ее я тотчас погиб Ибо красота ранит острее стрелы и струится в душе через глаза Глаза путь для любого наворонения С другой это страстная любовь в рожделении Снова цитата Да коли возлюбленные у нас будут одни поцелуи Прибавим к этому что-нибудь более сладостное В Кандиде любовь героев строится исключительно на недвусмысленном изображении телесности которое рассчитано на несколько уровней трактовок На поверхности то что Вальдер изображает данный античный мотив в стилистике и ракальной эстетике Толерантность к телесным слабостям человека и кохе-рококов реализуется в снижении высокого мотива исключение элементов божественного и взаимоотношений героев Однако помимо ракальной на трансформацию высоких чувств оказывает влияние эстетиками не по высоте воспринятое Вальдером опосредование через сетиликон петрония орбита Принцип построения комического на противостоянии цитата очищенного от быта материала описания и стильовыми средствами всякой роды низости бытовой, социальной и стилевой сугубо материальной вплоть до абсцентсискатологии вкупе с ракальной гривозностью усложняет структуру пародийной тревестии в Кандиде Мотив невинности и чистоты главных героев в Кандиде также травестирован Если в эфесской повести о любви гураком и антиксе на фунте Фескова которая послужила основой для цитированного Вальтером романа Романа Фахилла Тати и Лонга прославление целомудренности идет в ущерб всякой чувственности и плодородию то в повести Вальтера Кунигунда вполне себе полтородна она сначала обещущена болгарским солдатом а потом становится военной добычей болгарского капитана В первом случае она выступает как жертва насилия и ужасов в семилетней войне а во втором именно как изменится поскольку не расценивает связь с капитаном как нечто нанесшее дар ее чести В восьмом главе Кунигунда отчетливо говорит о том что была обещущена лишь однажды и прекрасно очень мило рассуждают о очень красивой белой коже своего капитана как она его называет ну думаю хватит о любви все-таки нужно помнить что а нет простите это роднитка Кунигунда с кетоном из циликона Петрония ему угрожает инголпи а он изменяет инголпиус а скилтом когда последним выражает ему мечом о прекрасной Трифне он отвечал от всего сердца очень большим удовольствием про дигме тролистирования Вальтерова мотивов невинности и чистоты героев прошедших через ряд авантюр образ Кандиды выглядит пародией на герой с циликона инголпиа и биография удивительно схожа инголпи избегает правосудия обманом спасает свою жизнь на арене убивает хозяина совершает предательство убивает человека и скверняет храм Кандид тоже чистым из своих испытаний не вышел он сначала диссертирует из армии потом убивает им визитера и скрывается от служителей святой Германдады после убивает брата Кунебунда и своего повелителя и бежит от парагвайских иезуитов герой повести Вальтера цитата добрейший человек на свете тем не менее убил уже троих из этих троих двое священники скрываются от преследователей после убийства они Кандид и Инголпи находятся с окружающим их с гармоничным авантюрным миром в состоянии гармонии поэтому не находятся в оппозиции по отношению к нему как клитофоны Тедафнис Левкипа и Хлоа Инголпи и Кандид в качестве персонажей функции реализуют в пародийной форме мотива побега и преследования неизменно сопряженной с любовной тематикой античных романов прекрасные целомудренные герои античных романов все время бегут из соблазнителей завистников разгневных родителей в греческой билетристике многочисленные испытания и приключения не отражаются ни на внешности ни на характере героев если вообще можно говорить о характере у персонажей любовно-авантюрных романов пассивно подчиняющихся более робот и выполняющих определенные функции Инголпи участвуют в авантюрах и проходят их невредимо и что немаловажно абсолютно неизменному у Альтера героев на самом деле раненые вешают бьют и они спасаются только благодаря своей романной живучести поэтому пережитые страдания накладывают свой отпечаток на внешности характера Кандида Кунигунда Старухи Панглоса последний вообще изуродован сифилисом Кандид из юноши которого природа Данделила наибриятнейшим нравом трансформируется после взаимодействия с проявлениями лучшего из возможных миров в добрейшего человека на свете тем не менее убившего уже троих и изменившего своей Кунигунде и разочаровавшегося и повергнутого в черную меланхолию как ни странно не после многочисленных испытаний а после встречи из бюрократической машины в художественном мире Кандида достижение гармонического существования для Кандида Кунигунда невозможно потому что они для того универсума в котором они находятся состояние гармонии не является нормой исключение составляет только страна Эльдорадо норма в нем это постоянное искание приключений и движения свадебная церемония является заключающей сюжетное движение точкой в античном романе исполнением воли богов в случае Левкипы и Кальтофонда Артемиды в случае Дафни Сайхлои Пана и Рота само прокосочетание Кандида и Кунигунда в отличие от аналогичных сцен в романах Ахилла Тати и Лонго описано в сниженной комичной манере цитата в глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунду но чревозвечайная наглость Морона подстрекала его вступить с нее в брак а Кунигунда торопила его так настойчиво что он не мог ее отказать при этом описание брака героев Кандиде Вольтер строит что и Лонг перед сценой непосредственно самоуброкосочетание Дафни Сайхлои показана картина их жизни после свадьбы они прожили это по-пастушески до старости пещеру украсили картины поставили там и воздвигли алтарь в честь Ирона Пастыря и Рота Пастыря Кандид и Кунигунда заключив брак остаются жить на ферме в Турции где вместе со своими помощниками Панглосом Мартеном Какаму после к ним присоединятся пакеты и простите после к ним присоединятся бракет пакета прозябают ничего не делая разумеется до встречи со старцем возделывающим своих 20 арпанов вместе со своими детьми то есть они живут так же как жили до странствий в Вестфалии изменив лишь немного обстановку на более приятное ферма располагалась около моря Травистильная реализация мотива воссоединение героев и их свадьбы в Кандиде является финальной чертой под выдвигаемым Вальтером Тезисом конечности и логичности античного идеала влюбленные читы вышедшие из многочисленных испытаний без последствий для которой ряд авантюр есть не больше чем испытания богов в невременное зияние между двумя моментами биографического времени ну вот теперь давайте закончим про любовь все-таки авантюрный роман про приключения в том числе в греческом романе это не препятствие препятствие а не любви мотивы странства составляют основу сюжетного движения в Кандиде Вальтера путешествуют другие страны кораблекрушения преследования а также внезапные встречи героев присутствуют в той же концентрации что и в греческом романе сюжетное действие античный роман и формы разворачиваются на очень широком разнообразном географическом фоне Вальтер переймая архитектонику греческого романа отправляться у героев путешествует по семи реальным странам и одной вымышленной Эльдорадо если целью греческих авторов число которых входил и цитирован в Кандиде Архилтатий было изображение поиска влюбленными друг в друга что требовало географического разнообразия то у Вальтера постоянная смена пейзажа иллюстрировала проблему торжества мирового зла в любовно-авантюрном романе мотив путешествий неизменно сопряжен с мотивом кораблекрушения эпизод из Кандида Вальтера сохраняющего архитектонию квантичной романной формы в котором корабль был застегнут ужаснейшей пыли ввиду Лиссаболского порта является порта является очевидной иллюзией на повесть о Левкипе и Квитофонте Ахилла Тарция целый кораблекрушение крови Вальтера построено по той же схеме что и у греческого автора философские рассуждения героев в греческом романе о том черепов лучше мальчикам или женщин в Кандиде об оптимизме мы имеем дело с философами прерваны шторм волны ломают мальчины корабле в целях анархии происходит свадка между пассажирами в Кандиде цитаты грубый матрос топит добродетельного на Баптиста в повести о Левкипе и Квитофонте кормчивая чая не бросает рули своих рук предоставляет судно море спускает лодку и приказав матросам зайти на нее сам дает почин матросы прыгнули за ним по пятам здесь начался ужас и рукопашная схватка после чего судно тонет завершается сцена спасением героев для Левкипа и Квитофонте некое благое божество сохранило часть корабельного носа а Бангло и Скандид были выброшены на берег на доске однако при всей схожей типостроении эпизода кораблекрушения Ахилла Татти его описание занимает пять первых частей третьей книги повести а у Вольтера один абзац Вольтер демонстративно масштабирует широко известную его современникам сцену до пятой оригинала снижая и травестируя мотив страшного бедствия через усиление динамичности повествования в ходе реализации античного мотива Вольтер высмеивает схожий со сказочным художественный мир традиционных греческих романов Татти и Лом где главные герои прекрасные целомудренные по определению страдают будучи невинными герой в Кондиде противопоставлен к Летофонту и Дафнису в той же степени что и Нколбий из Сателикона поскольку он в соответствии с позицией мирокальности слаб подобно живому человеку и не может сохранить свою чистоту в мире где царит мировое зло структурно-греческий мотив узнавания и сопряженные с ним мотивами смерти и внезапной встречи реализованы в Кондиде по той же схеме что и в античных образцах например Калитофонт в романе Татти не узнает Левкипу ставшую рабынью Сосфены и понимает что его возлюбленная находится с ним совсем рядом в том же доме только после гневного письма Левкипы Кондид не замечает Конникунту когда его ведут на Ауттудафе и не сразу признает ее в трепещущей женщине могучего сложения однако сама сцена узнавания Вольтера носит характер Тревесии явно усмеивая возвышенное описание подобного эпизода в греческом романе и десакрализуя его что важно цитата какая минута какая неожиданность ему кажется будто он видит Кунигунту он видит ее на самом деле это она и так далее мотив мнимой смерти а нет данный комический прием Барбер ученый из Оксфордского центра изучения Вольтера сравнил с применением эффекта ускорения в самых первых кинокомедиях когда режиссеры при помощи урезания какого-то какого-то ни было временного промежутка между действиями до минимума предоставляли действия героев неосмысленными и механическими мотив мнимой смерти как и сцены кораблекрушения был заистован Вольтером из повести о Левкипе и Клитофоте у Ахилла Татти Левкипа якобы умирает трижды причем два раза с ним разыгрывают просто комедию чтобы внушить зрителям мысль об ее смерти и этот трагический мотив приобретает характер травестии и явной пародии в Кондите мотив мнимой смерти также применяется не единожды Кунигунду сперва изнасиловали а потом спороли ей живот под глосс умирает в повести два раза как и брат Кунигунды явное снижение и травестирование мотива мнимой смерти который породился уже в античности Петрония это да и ракальности с ее стремлением к травестии и трагическому мотивы которые Гривцов относят к группе риторических также находят свое отражение в Кондите перу Трималхиона в Соселиконе Петрония Арбитра стал основой для целого ряда пародий и аллюзий в Кондите аллюзия на образ Трималхиона вольна отпущенника ставшего владельцем огромного состояния земли соколу не облетел денег сматимающая в Кондите реализуется в 25 главе благородный поккурантер счастливейший из людей зирающий сверху вниз на свои владения соотносится с образом героя Петрония однако травестированный образ бывшего раба сделавшегося человеком среди людей безусловно пародий по своей сути в то время как персонаж вольтера некомичен разница между Трималхионом и поккурантер несмотря на то что они находятся в одном положении принимают у себя бедных гостей и высказывают им свои суждения в мир порядке самой функции произведения поккурантер служит доказательством тезиса о том что отнюдь не лучше и тот желудок который отказывается от всяких пищи Трималхиона обнажение нравственных проблем в римском обществе в котором лицемерить за хороший обед готовы перед тем кто не учится ни о геометрии ни критике вообще никакой чепухи различной функциональности объясняется контрастность в изображении данных персонажей Трималхиона комичен в трёмниках по кукуранту которому как герой с телеконом всё противило и хочется развлечений является персонажем скорее трагического порядка интеллект богатство благородное происхождение не приносят ему счастья лучшим из возможных миров Трималхион его прототип в своем невежестве гораздо более гармонизирован с окружающим его миром он его прямое проождение неприятие Трималхионом им амбивалентно для любого его образованного современника понятий исходит из его низости в то время как по кукуранте отвергают их по причине противоположной он стоит выше общепринятых норм присыщенными и в этом заключена драматичность его образа история Трималхиона мальчиком купленного на неволичьем рынке и благодаря собственной локвости и смекалке достигшего теперь богатства и силы соотносится с историей старухи служанки кунегубы биография ее является перед рассказом в обратном порядке жизни героя с телефона дочь папы урбана десяток составили с нещетей и позорью имеют под головину заду Трималхион сорок лет ходил в рабу а теперь живет так что его никто не засмеет сам пир Трималхиона был спародирован вольтером в 26 главе Тардида шесть сверхнутых с престола королей собрались вместе в кабачке Теодор бывший избранный король Корсики сперва восседал на троне а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе также явная пародия на образ Трималхиона выбившегося из ничтожества повелителя огромного владения аллюзия на сеть целиком не случайна она показывает реальность архитектоники волшебной сказки по которой строились как античные романы так и по которые строились античные романы старуха Вольтера после огромного количества пройденных и ревантюр не становится вновь богатейшей красавицей Европы художественной меркандиды несмотря на то что в нем внешне сохранены атрибуты греческой романной прозы построен по законам современной Вольтеру реальности где в лучшем из возможных миров свержение с престола рабство убийство разорение армии метель вень ау-на-да-фэр это дело обычное мемночь незаслуживающее внимания Вольтер использовал в практически неизменном виде структуру образующую мотивы греческих романов в духе эпохи Рококо описал современную ему картину мира и вложил в свое повествование философские концепции ставшие идейной основой новой эпохи построенной в угловенстве разума над чувствами и компромиссным отношением к человеческим слабостям вопрос и реплики Материя Михайловна я хотела спросить смотрели ли издание кандидовского собрания сочинений Батера в Оксфорском и нужно посмотреть наверное что я думаю что об этих перевестиях греческого романа должно быть написано что это у британских коллег не смотрели пока нет нет я смотрела только у британских коллег потому что к сожалению пока французский я нахожусь в состоянии очень умной собаки я только понимаю больше ничего я пока не успела но у британских коллег все что я смотрела это было не было какого-то большого исследования они все шли по касательной то есть да все понимали что он построен по сюжетной схеме говорили об этом неоднократно да были какие-то мотивы на этом все какие мотивы что почему как по крайней мере бюлитанских коллег не было больше внимания уделялось последним исследованием которое я видела у Ланжиля такой там есть тоже специалист недавно выложен по-моему в 2016 что ли году сходство с Генри Филдингом и самим корням Вольтера как они как они шли от был такой писатель Монброн который написал Космополита в котором тоже герой путешествует по свету также как кондитировал какие-то приключения передряги и вот как они Монброн с Генри Филдингом показали свое влияние больше как-то не обнаружили Я должна была бы знать ответ на этот запрос Ланжили преподает в Канаде на каком языке книжка Это не книжка это статья напубликованная я нашла ее через английский соответственно Да конечно Нужно в любом случае поскольку это самое известное произведение Вольтера нужно посмотреть обязательно в полусобрание и если ополна Вольтера в флорезе в 2017 году будет удобно Хорошо Спасибо Разрешите Я не знаю может быть для вас это слишком широко но у вас не было соблазнов поскольку это мировое известность произведения самое известное произведение Вольтера рассказать о связи с мюзиклом Вернстайна и с иллюстрациями Ван Донгена которые сейчас выставлены в Эрмитаж в кабинете книги художника Ван Донген иллюстрировал Кандида Вы открыли передо мной безумно юношеского невежества сейчас конечно ну если вы связайте если может быть я вам обязательно подойду мне скажите мне вообще если кто-то может мне помочь как-то открыто всегда просят смех не вопрос просто спасибо дорогие друзья я думаю вы согласитесь со мной что здесь еще труднее чем замыскать конференцию нам Сергей Васильевич такая нелегкая доля выпала я понимаю что все очень устали я написал большой текст но с вашего позволения ограничусь только тезисами я думаю что все вы со мной согласитесь если кому-нибудь из вас когда-нибудь удалось встретиться с Вольтером поговорить с ним хотя бы одну минуту вы посчитали это удачей своей жизни и об этом вы вероятно долго бы и всем бы рассказали вот поразительно такая удача выпала на долю Дашковой первая она была в 71 году 10 мая просила о встрече писала что хотя бы на одну минуту увидели великого человека и что эта минута будет самой выдающейся в ее жизни минута продлилась 4 часа и после полнейшее молчание вот это поразительно вот это молчание Дашковой оно выпьет и любопытно что ни исследователь Вольтера ни исследователь жизни Дашкова на это обстоятельство не обратили внимания хотя оно конечно заслуживает очень серьезного внимания только в конце жизни когда вместе с ирландскими подругами Мартой Кэтрин Виллд Дашкова работала над своими записками она описала свой визит Фернер но это описание выглядит примерно так как выглядит картины Жанна Губера вот недавно я в свое время уже в этой аудитории делал об этом доклад а совсем недавно вышли тут до армитажа где я исследовал отношения Дашковой и Жанна Губера и я выдвинул идею в том что это словесное описание есть нарратив еще одной картины серии Вольтериада только в этом нарративе гораздо больше сатиры и перца поскольку все описания визита Дашковой к Вольтеру знают знают что это же скандальная картина с медицинскими подробностями которые в общем-то даже и не следует в этой аудитории воспроизводить но вот что любопытно что почему Дашкова это сделала ну на первый взгляд сразу же приходит объяснение простое она была обижена на Вольтера за то что он опубликовал в рурнале циклопедик письмо Пикте рассказывающий о ее участии в перевороте против Петра Третьего и чрезвычайно принизил ее собственную роль и она была этим чрезвычайно обижена но я думаю что вы со мной согласитесь что вот рассматривать вот эту сатирическую картинку встречи с Вольтером только как месть Екатерины Дашковой к Вольтеру это будет неправильно нужно искать другие как мне кажется более серьезные объяснения я думаю я думаю что правильно можно понять этот эпизод и молчание Дашковой только в контексте взаимоотношений Екатерины с энциклопедистами отношений двух Екатерин Великой и Малой и того какую роль Екатерина Малая играла в отношениях между Екатериной Великой и Крифеми Просвещенной когда Екатерина уже была в статусе Катрин Ле Грам она разоткровенничалась и рассказала о причинах своего успеха в Румянске она говорила что однажды ее стали поносить в общество когда она была Великой Княгиней все стали ее хулить и прочее и она заметила что хозяйка салона вдруг подала голос в ее пользу и все замолчали из этого она сделала вывод что необходимо в обществе наметить наиболее влиятельных старушек и с ними подружиться и на всех собраниях она подсаживалась к старушкам слушалась бесконечные рассказы о том как они себя вели в молодости какая молодежь сейчас плохая знала имена всех их дур попугаев и шуток знала дни именин и дни рождения в каждой из которых лакей из оленбарской оранжереи приносил фрукты и овощи и через два года все стали говорить какая это замечательная женщина и только с ней связано будущее и счастье России вот надо сказать что Екатерина поделившись раскрыл механику своего успеха она добавила фразу что когда случился переворот все были на моей стороне но рассказала она конечно далеко не все потому что Екатерина была женщиной которая с первого шага на русской земле девушка вступила в борьбу за трон она истратила 657 тысяч рублей прижала в ней 30 тысяч в год на подкуп тех людей которые за ней следили на подкуп осведомительные она имела осведомительности осведомители в кабинете и в апартаментах Елизаветы Петровны как она что моя газета докладывали и все тоже врачи которые когда Елизавета за ней могла за ней могла она имела точные сведения о ее болезни и на ее стороне была уже военная часть и вот эта женщина конечно не все рассказала как она добивалась успеха но с моей точки зрения я сейчас скажу вещь которую я думаю что для большинства будет неприемлема а кто-то будет со мной отчаянно спорить вот точно так же Екатерина поступала с энциклопедистами различие только в том что со старушками она дружила до переворота а с энциклопедистами после и континенты доставляли денежные пособия энциклопедистам энциклопедистам в которых они нуждались чтобы иметь руки свободными не в дни рождения а Екатерина проявляла интерес к их теориям и произведениям точно так же как когда она интересовалась советами вот этих старушек причем надо сказать с моей точки зрения вот этот эквивалентный обмен был бескорыстен потому что Екатерина через сито практической самосообразности просеивала все их теории и сочинения они использовали внимание Екатерины к ней как доказательство верности своих путей но Екатерина прекрасно понимала различия между философом на троне и философом на стуле точнее философом записанным столом и вот Сигюр очень хорошо эту мысль передал когда вложил в уста Екатерина фразу различия положений людей которые пишут на бумаге и на человеческой коже вот просветители они этого различия не всегда понимали а иногда просто отказывались понимать потому что у них было преувеличенное представление о силах и возможности российского монарха то есть философа на трубе и вот с царением Екатерине эквивалентным обменом стал вопрос о печатание нового издания неисповердного в России любопытно что самое предложение переносит печатание инциклопедии в России последовало в день смерти Петра официальный день смерти и вот очень важно что если просветители приняли это предложение значит они автоматически брали на себя обязательство возвеличивать переворот который возвел на престол ту женщину которая будет печатать энциклопедию то же самое в отношении личности Петра и его убийства в лучшем случае молчание но в больших случаях просто оправдание того что произошло и вот что интересно что энциклопедисты даже сами предлагали себя для того чтобы оправдать убийство Петра особенно вот с этой стороны наибольший акимис Дедро проявил и Вальконек причем интересно что в 68 году собственно Вальтера не надо было особенно уговаривать потому что да добро на публикации письма Фикте он же навсегда связал свое имя с таким толкованием переворота но но в 68 году когда вышел его кратский очередь века Ведовика 15 он посвятил Петеру Третьему один абзац не знаю спорят злодействия и гений совместимы я не знаю но хочу сказать что когда гений совершает положим злодеяние он все равно поступает как гений вот если этот абзац проанализирует мы видим просто мастер это шедевр сценизма он пишет о том что Петр хотел развестись женой и восстановить прочее народ он оскорбил преображенцев сказав им что с 50 прусаком он их одолел они возмутились они его заточили он пил в течение 8 дней и умер и тогда на престол возвели его умную жену далее он пишет что для России женское правление нередкость перечисляет 5 императриц и в начале семья Екатерина первая во втором в конце замыкает Екатерина вторая то есть подчеркивает некоторую преемственность ведь она бесславила свое имя в таком законодательстве вот вдумайтесь степень всего один абзац получается что пенчушка умер сам убившись пунша а после этого Екатерину возвели на престол для людей которые не интересовались историей России это было довольно объяснительное очень убедительное объяснение того что произошло но в 68 году произошли два события во первых в Париже появилась руководитель рульера всем вам хорошо известно и Шарда Троф выпустил свое путешествие в Петербург Екатерина была чрезвычайно стревожна совпадением этих двух вещей потому что полагала что это институцион Суазе руководитель внешней политикой и она считала необходимым изъять рукопись рульера не допустить ее публикации а опровергнуть сочинение Шапа до Троша но как мы хорошо знаем изъять рукопись не удалось но стала задача ее дезавуировать потому что чтение рукописи в Париже продолжалось что касается Шапа до Троша все знают что был подготовлен антитут выпущен анонимно и Екатерина не имела к нему никакого отношения она даже делала вид что она не читала это произведение и вот дальше происходит чрезвычайно интересное событие когда Рильер написал свою рукопись стал читать Дидро сообщил в Петербург фальтонет от императрицы что сведения Рильера исходят от людей из ближайшего окружения императрицы а в рукописи как мы потом узнали когда она была опубликована праздновать прямо говорилось я имел лизун с принцессой Медени Дашковой и интересно что когда Екатерина реагировала на сообщение Дидро она подозревала Дашкову в том что она предоставила сведения вот этому бывшему секретарю французского поселства причем очень интересно что Дашкова в это время в полуопале и следовательно подозрения ее усиливали и дальше происходит чрезвычайно интересная вещь в 19-м году полуопальная княгиня просит отпустить ее за границу вот это очень важный момент как дворянка она имела право туда поедать как там и нет она была на государственной службе и и следует от нее можно ждать достоверных сведений и возможно даже встреча с самим глазом ногой с самим рильером и более такое вызывающее было бы только то если бы сама Екатерина появилась бы на берегах и вот интересно что в седьмую выдащину переворота в присутствии дипломатов Дашко просит ее отпустить за границу для лечения своих детей Екатерина вторая хошем но разрешает и когда готовится к отъезду получать 4 тысячи рублей Дашко пишет в этом записках смешная сумма в том ретикюре а собачили так комитет так что эта сумма свидетельствует о том что она дает понять Дашко будешь хвалить меня за границей получишь еще больше когда вернешься и при этом собачили декабрь подчеркивает что очень сомнительно чтобы на нее были возложены участия в каком-то государственном деле нужно удивляться как собачили декабрь не понимают что восхваление императрица это и есть часть его государственной декабрь дальше что происходит самое интересное приезжает Дашко как верстовой стоп по пути Екатерины в храм славы но мы знаем что эта переписка предназначалась не только для двух корреспондентов а для тех кто ее еще читал и даже для тех в большей степени чем для самой Екатерины и это мы должны иметь в виду а самым главным политики говорят прямоходом двух словах а часто вообще не говорят и вот если бы не существовало письмо Мормантелли написано чуть-чуть в очень месте мы бы еще и думали что да вот была такая встреча Мормантелли пишет Мормантелли я должен вам сказать что у вас на севере есть героиня которая борется за вас это известная княгиня Дашку своими действиями которые перейдут потомство автор да борется в ее разборе путешествия аббата шапа дотроша вот это чрезвычайно интересная фраза из которой следует что они говорили о пантедоте понять накал беседы потому что Польфер пишет Тимирис и пара францесс которые говорят по-французски Тимирис это легендарная царица победившая Скифа и он говорит о том что она комбар в Курму то есть она борется за вас то есть боительница и причем далее самое конечно любопытное в том что Екатерина да что видимо признается и дает понять Вольтеру в том то что она является автором антидота и Вольтер начинает эти сведения распространять для своих то есть для мормантек это очень важный момент в этом я вижу руку Екатерины Второй которая всячески от себя отделяла от антидота но она очень хотела обратить внимание Вольтера на антидот и хотела чтобы друзья Вольтеры и соратники занялись критикой этого сочинения но не только для того чтобы разоблачать акцию кто читал антидот а я думаю что не все читали потому что книга очень скучная скучная она потому что в ней очень много фактического материала о России и надо сказать что в этом фактическом материале совершенно тонут эти сатирические выпады против автора это вопрос когда создавался этот труд хотя мы не знаем точно как он создавался какую цель ставила Екатерина перед собой она и сомненно руководила Милу Пряду очевидно она нарисовала тем писателям которые будут писать о России не будучи в них то есть она давала понять что нельзя черпать свои сведения у Шапа до Троша потому что он закрытой повозки проехал говорил о гарке свечей мерил у нее в кабинете даже там никогда не был а Екатерина была очень недовольна статьей Жакуран в энциклопедии и это очень важно то есть она давала огромную публикацию сведений которые если очистить от этих выводов она давала статью энциклопедического характера о России это очень существенный момент но не только это дело в том что в институте исследует телекопеды и обратили есть скрытая полемика с рульером полемика обнародована дело в том когда Дедро сообщил о появлении рукписи он сказал что видят в этом произведении что трудно перевести с французского на русский мэтрес мэтрес авэк серво сервело ди принципес приблизительно можно сказать бой баба с властным сильным умом и вот эта фраза Екатерина возмутила и она в ответ на письме Дедро написала что нельзя не видеть книгу нельзя ее принимать всерьез потому что не о том речь шла а речь шла о том что было плохое поведение одного человека и были вынуждены оказаться перед двумя дорогами либо погибнуть вместе со всеми либо освободиться вместе с ними против вот эта фраза очень важна и спустя это в 68-м году в 70-м изговорился институт и она в расширенном видит воспроизводится в институте а что это такое это индульгенция Екатерине II которую она собственным пером напечатала и что очень важно очень важно она сам Шабдат просто лично не допускает выводов против Екатерины но он написал царица Ангельцерска это вывод против России но не лично он отмечает на ее хорошие качества любит искусство занимается науками спокойно и прочее но Екатерине этого недостаточно она дополняет еще эти качества целым ряда а потом вводит эту фразу и эта фраза во-первых адресованная институте все читающая Европе в том числе в том числе и 20 лет спустя когда она пишет свои записки во второй редакции она снова ее воспроизводит в широком более развернутом в виде адресующего к потомству и существует еще подготовительный материал в том числе и эта фраза там есть но в двух случаях она совершенно по-разному объясняет конкретные обстоятельства которые заставили ее прийти к такому решению и вот учитывая все это мы можем представить как Дашкова пыталась подвинуть Вольтера вот участвовать в этом мероприятии Екатерины хотя прямо в этом он стал участвовать во-первых он написал Монтелю и даже привел цитаты и антидот более того после визита к Дашкову он стал штудировать шапку и стал студировать антидот а этого Екатерина и добивалась вот такова была цель Дашкова и Вольтера а не просто познакомиться с этой женщиной и что интересно что прежде чем она повелась Фернет она встречалась в Париже с Дидро ну в принципе так считать что они были друзьями я не знаю существовали ли у них какие-то вообще отношения до этой встречи и как эта встреча но самое интересное что Дидро записал то о чем говорил Дашков в отсутствии в отличии от Вольтера и мы видим что она дает активную переводку именно в том же духе в котором Екатерина отвечала на Дидро о руквисе Рюльера главный мотив ее спасение себя сына государства и вот интересно приемы с помощью которых Дашкова я специально соответственно посвятил это дело Дидро принял на себя роль координатора всех действий по дезаварьированию рукописи Рюльера но Дашкова она хотела встретиться с Рюльером и услышать свою рукопись хотя в записках говорят что она даже не знала Дидро так бы сказать приватизировал все ее контакты то есть он не допустил ее встретить ни с кем объяснить что она скорее проиграет в чем выиграет после этого он записал все что она говорила и когда он уехал она уехала он в салоне где присутствует Рюльер его там стали спрашивать ну как Дашков вы же с ней общаетесь единственное он прочитал это сочинение а потом демонстративно его разорвало на самом деле конечно остались копии себе и Рюльер был посрамлен и он ушел с позором с этого собрания то есть Дашкова и здесь выполнила свою миссию о которой она не рассказала а что в итоге в итоге когда она вернулась в Россию с путешествия получила было принято милостью государству получила 10 тысяч рублей потом еще 60 вот каковы были в итоге ее секретной миссии о которой она потом никогда не распространялась и мы только с трудом сейчас начинаем понимать что даже в день ее осуществлял но еще стоит вопрос но я не смогу понимать в принципе какова же была эффективность вот этой такси выговора эффективно и насколько успешно был тот план который но это совершенно особый вопрос и совершенно специальное исследование это надо привести спасибо слово предоставляется сотруднику Санкт-Петербургского санкт-Петербургского комиссиетта Сергею Васильевичу Класову докладом благописных справлений на полях экземпляра опыта всемирной миссии Вольтера и его личной библиотеки Одну секундочку санкт-Петербургского Санкт-Петербургского Это на почерк Жакова Верне а это в почерк вопреки 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 я дала последний перерыв что есть вопреки да ну а сейчас вот приобретанка может быть не видно между глаз или под левым глазом Жакова Верне сначала друг а потом заклятый брат по мнению Любинского именно ему и принадлежала редактура Эссе Ристуар Универсаль Женевского издания 1754 года вот и в своем сообщении я постараюсь показать что предположение Любинского который не был знаком с рукописными неисправлениями на экземпляре Эстуар Сюрлистуар Универсаль из личной библиотеки Вольтера встречает некоторые препятствия значит Владимир Сергеевич полагал что именно Верне единственный редактор больше никто не редактировал Эссе Ристуар Универсаль Но о трудностях которые у нас возникают если мы понимаем версии Владимира Сергеевича я расскажу потом Прежде всего я хотел бы выразить свою величайшую признательность известному вольтероведу Кристофу Паяну который к сожалению отсутствует сегодня на втором заседании но не уступал с докладом на первом директору центра Вольтера в российской национальной библиотеке Наталье Михайловне Спиранской старшему научному сотруднику центра Вольтера Вольтера Парья Августовне Вольтопольской за их незменную поддержку и медседименную помощь в работе как я уже сказал в библиотеке Вольтера хранится любопытный экземпляр Женевского издания 1754 года опыта всемирной истории Вольтера с рукописной правкой неустановленного лица это одна из ранних редакций одного из самых значительных исторических трудов Вольтера опыта о нравах и духе народа Женевский книгоиздатель Клод Филибе посылая этот экземпляр Вольтера писал в 15-й 17-й 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 годы которые я вам сообщу, если вы их ограничите, это фаутирующая копия, и не оставляющая копия. Вы не оставляете его, но я думаю, что вы чувствуете его качество. Он мне предоставил его назвать. Итак, у меня есть несколько замечаний с моими друзьями, по поводу первого тома, с другой стороны. У него есть и другие замечания по второму тому, которые я вам сообщу, если вам будет угодно. Исправлены ошибки копия, а не автора, поэтому вы не отнесетесь к этому неблагосклонно, а почувствуете, думаю, его способность, с опасией Т, его компетентность. Мне запрещено его вам называть. Вот это интересно. Запрещено. При этом Филибер предлагает Вольтеру выпустить исправленное самим Вольтером второе издание его опыта о всемирной истории и отказывается брать на себя вину за те ошибки, которые загрались еще в первое издание всемирной истории. А по сути, издание Филибера представляет собой перепечатку пиратских изданий 1753 года, в частности, издание Вольтера. Исправление только, значит, в конце второго тома некоторых самых заметных опечаток. Естественно, что в письме от 1 февраля 1754 года своему давнему приятелю Женевскому паспору Жакобу Воверне, которого мы здесь видим, но уже, значит, пожилого возраста. Жакобу Воверне выступавшему уже ранее в роли корректора, редактора и посредника между Женевскими книжными издателями и Монте Спир, Вольтер и Пислава готовящимся издания Филибера. « Вы м'avez honoré autrefois «de vos бонтей, «de votre correspondance. «Je vous rappelle « ce souvenir « au sujet « d'une nouvelle «qu'on me «mande «de « plusieurs « endroits, «qu'un « nommé « Claude «Philippe « imprime « sous « vos « yeux « une « édition « de « ce « malheureux « abrégé « d'une « histoire « prétendue « universelle « que Jean « Néolme « s'est « avis « d'imprimer « sous « mon nom « à la « et « d'après « son manuscrit « très « informe « qu'il a « trouvée « le secret « de rendre « encore « plus « défectueux «». « « сокращение « якобы « все « общей « истории «, « которую « Жан « и « ойм « решил « издать « под « моим « именем « в Гааге « по « весьма « бесформенной « рукописи « которую « он « умудрился « сделать « еще « более « не «справной «». « «, « значит « рукой « копиистов « « это тоже « нарводит « на « развлечтение « « значит « однако « в предисловии « к первому « тому « Женевского « издания « опыта « Вольтера « написано « от имени « издателя « Филипп « эра « что « он « получил « от « Вольтера « письмо « из « кульмара « от « 17 « февраля « 1654 « года « в котором « писатель « одобрил « его « предприятие « но с условием « чтобы « тот « удалил « невзвешенные « высказывания « и грубые « ошибки « ему « явно « не принадлежащие « якобы « и представил « это сочинение « всего лишь « как набросы «». « Автором « этого предисловия « на самом « деле « был « Жакоб « Дернет « « как « явствует « признание « самого « Вернет « в письме « Вольтеру « обнаружен « Владимиром « Сергеевичем « Любом « чей память « посвящена « вашей конференции «». « « Уже « по выходе « вслед « Женевского « издания «Всемирной «История « Вольтер « писал « 19 « марта « 1754 « года « из « Пульмара « другому « своему « корреспонденту « с которым « он познакомился « еще в Германии « Лазанскому « пастору « Антуану « Поль « Ейду « Глотану «». « Значит « следующие « Я позволю « изучать « папу « по « breng « кип « аромат « чтоб « передать « аромат « et « poe « et « le « chan « pritual « et « chich « d'un « nouveau « piste « « en « réponse « à « votre « lettre « du « 15 « je « vous « dirais « monsieur « que « le « chieur « Philippe « n'a « pas « encore « rosé « m'a « envoyé « son « munition « mais « qu'il « a « osé « annoncer « dans « la « gazette « de « balle « cette « édition « corrigée « et « augmentée « par « moi « j'ai « été « justement « indigné « de « ce « mensonge « qui « m'est « très « préjudiciable « dans « le « pays « où « je « suis « et « j'ai « prié « monsieur « Vernet « de « lui « en « marquer « mon « ressentiment « je « viens « de « voir « son « livre « qu'on « m'a « prêté « aujourd'hui « il « a « copié « fidèlement « sur « du « vilain « papier « et « avec « de « mauvais « caractère « toutes « les « vues « des « éditions « de « la « et « de « Paris « vous « juger « bien « monsieur « que « ce « « « så « fin « издателем Филивера, как будто бы Вольтер сам ничего не знает. Это тактика, свойственная Вольтеру в тех случаях, когда он готовил следующие издания своих произведений, это значит всячески очернить ведущие издания, к которым он не имеет никакого отношения. Я только что ознакомился с его книгой, которую мне сегодня одолжили. Филивер верно воспроизвел надурной бумаги и плохим шрифтом все ошибки голландского и парижского изданий. Рассудите сами, сударь, что это не самый хороший способ получить мои произведения, чтобы дальше печатать мои произведения. Здесь не место входить в детали известного судебного процесса, который начал Вольтер против пиратских изданий в своей всемирной истории, так как публикация Нейольмова «Всемирная история» вызвала скандалы весьма повредившей репутации Вольтера. Отметим только, что часть посланных Вольтеру через Филибера в Кольмар исправлений была учтена Вольтером при подготовке нового издания опыта «Всемирная история» уже под названием «Другим. Опыт о всеобщей истории о нравах и духе народа» 1961-1963 годов. Так, анонимный редактор Женевского издания с 1754 года. Я имею в виду маргинали на полях издания «Всемирная история», которые хранятся в личной библиотеке Вольтера, причем на корешке написано «нот», значит, и на первой странице исправлено рукой Вольтера, как будто бы и дальше все эти редакторские исправления принадлежат именно ему. Как будто бы он и был собственным редактором своих произведений. Значит, анонимный редактор Женевского издания 1954 года вносит в стерс следующие важные исправления. Исправляет дату принятия христианства на Руси, что уже хорошо, с 8 на 10 век. Исправляет Людовик Германский, старший брат Карла Великого, на Луи что свидетельство его осведомленности в церковной и светской истории разностранного народа. Вот, как блестяще показал, к сожалению, отсутствующий здесь крестов Паян, в соответствии с замечаниями на полях интересующего у нас экземпляра опыта из библиотеки Вольтера, были внесены и другие исправления в последующее издание опыта Нурин и Вольтера, а издателями 19 века Бешо, а вслед за ним Моланом, без ссылки на источник исправления. Большей частью в соответствии с аденда и коррегендой Вольтера, которые были приобретены в 1807 году у наследников Вольтера. Вольтера – это секретарь Вольтера, которым занимался крестов Паян и написал монографию о Вольтере. И потом криковал в 27-м томе обслужившего издания «Аденда Этко Легенда» и впервые обратил внимание на те рукописные исправления, о которых я вижу сегодня речь. Но он ограничился только теми исправлениями, которые как-то отражены в «Аденда Этко Легенда» Вольтера. Вот. Значит, поскольку эту работу уже сделана Кристофом Паяром, я не вижу результаты его труда. Постоять сегодня. Любой желающий может ознакомиться в 27-м томе с теми «Аденда Этко Легенда», которые… или «Аденда Этко Легенда»? Не знаю. Ну, где нет сейчас? Нет? Времени не хватит. Какое-то опубликованное? Опубликованное, да. И немное опубликованное. Я расскажу о том, чего нет у Кристофа. Значит, по сути, Бешо была предпринята попытка частично улучшить текст Вольтера. Из правила очевидные, но далеко не все, ошибки Вольтера, доверившись, помимо других источников, именно «Аденда Этко Легенда» Вольтера, когда это блестяще показал Кристоф Паяр, на что не пошли редакторы кельского издания «Сочинение Вольтера». И дальше то, что не вошло в текст Паяра, в соответствии с замечанием анонимного редактора, не вошло, не рассматривал Кристоф Паяра. На странице 38-й «Отману фис юксэсэр Донара и Дали д'Отману» в 635. Вольтер добавил сам Тержневского издания эссе 1956 года, сам, в 11-й том полного собрания сочинения господина де Вольтера, и забытое им правление третьего халифа Отмана. На что было обращено внимание собеседниками, современниками. Отпущение Вольтером третьего халифа Отмана было упомянуто как значительная ошибка. «Эррар консидерабль» в журнальном «Сикле Белик» 1 января 1660 года, где была помещена рецензия на анонимную критику всеобщей истории господина де Вольтера по поводу «Магомета» и «Магометанства». «Критик до рисква универсэль до месье де Вольтера о сюжете науме и дю маументиссимо». Естественно, эта критика анонимная вызвала резкий отпор Вольтера дерзкому критику в обращении его к редакторам журналов. Это тоже хорошо известно. Но неизвестно то, что некоторые пометы анонимного редактора на экземпляре из личной библиотеки Вольтера продают замечаниями анонимного автора критики всеобщей истории господина де Вольтера. До сих пор еще никто не знает, кто же был автором этой анонимной критики всеобщей истории господина де Вольтера по поводу «Магомета» и «Магометанства». Значит, пишут исследователи английские, господинского издания «Комменская сочинение де Вольтера». Да неизвестно, это как в басне Крылова, знаете, «сисунут вас и донтонс хээ». Может быть, на нот, а может быть и нет, ну какой-то его брат. Не был ли я этим братом наш анонимный редактор? Под влиянием анонимной критики всеобщей истории господина де Вольтера и аналогичного замечания анонимного редактора на полях этого языка, о котором я говорю, о том, что неумение Магомета читать и писать – это признанные большинством мусульманских ученых факты. Пишет наш анонимный редактор, возражая, что Магомет не умел ни считать, ни писать, что это не соответствует мнению большинства мусульманских ученых, которые к тому же еще утверждают, что неумение читать и писать было очень распространено у арабов. Вольтер это подвергал сомнению, как это так, не умел читать и писать Магомет. Тем не менее, Вольтер удалил сам из последующих изданий опыта фразу Некоторые из учтенных последующих изданий и добавлений на полях написаны четким красивым почерком. Это почерк, посмотрите, почерк, который Любинский считал неразборщим, но который на самом деле довольно разборщим. Нет? Почерк Жабова в Вольтерне? А вы посмотрите почерк нашего анонимного редактора и причем замечание в бездительном духе самого Вольтера. Конфюсиус это другое. Конфюсиус это возражает анонимный редактор. Давайте я прокомментирую это тоже. Значит, вот приводится в тексте Всемирная история 1924 года с маргинального редактора. Речь Конфюсиа Значит, возражает анонимный редактор против этой речи и пишет Конфюсиус и Андрей в виде плюсы 500 лет avant Jésus-Christ и Ребензиус, нелегон, дойдяк, эдак, 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 эдак... Речь конкурентою. Речь конкурентою. Речь конкурентою. Речь конкурентою. Речь конкурентою. Речь конкурентою о том, чек, эдак. И, как отмечают современные издатели Ультерского собрания Сыщения Вольтера, вообще такой речи, Конфуция не в источниках Вольтера. Это он сам в уста Конфуция вложил, чтобы посмотреть эту речь. Почему, dit-il, в один из этих книгах, нет больше крима, что на популяторе, что, из-за того, что народ, руководство, 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 руководство. Вольтер не принял во внимание замечания анонима по поводу фразы «Маумей прийла мэк», значит, Магомед захватил мэку, «вис и персекюта вас и пьет», и своих преследователей, уже его преследователи были в его ногах. «Конки, я не знаю, пар ля пароли и пар лизарм, тут ля Раби завоевал всю арабию за 9 лет». Возмущённый редактор, там, пишет на полях, возражая Вольтеру, «Ля Раби антиер не фил суммиза кассе лонтан апрэй ла мор дуна умер». Вся рая была в тысячи века времена гораздо позже смерти Магомеда. Вольтер также полностью игнорировал возражения анонима по поводу фразы «Бьямтуа Абу-бекеер мэнасы мюзульман в Палестине». Вольтер «Бьямтуа Абу-бекеер мюзульман в Палестине» «Анонима вражает на полях, Абу-бекеер мюзульман в Палестине» «Бьямтуа Абу-бекеер мюзульман в Палестине» «Бьямтуа Абу-бекеер мюзульман в Палестине» «Бьямтуа Абу-бекеер мюзульман в Палестине» «Так, у меня тут много чего еще». Значит, тогда в заключении придется сказать, что мнение Люблинского, в которой полагалось, что не было другого редактора в Синейской истории все-таки опровергается наличием экземпляра из личного предрадителя Вольтера, а Люблинский занимался личным предрадителем Вольтера, в каких-то странах, пропустил этот аннотированный экземпляр. Значит, если мы все-таки будем поддерживать точку зрения Владимира Сергеевича, то тогда нам придется постулировать некоего копииста, во сколько тогда вся эта история, издание «Вселенной истории» оказывается мистификацией. Филибер пишет, не могу вам назвать автора этих замечаний, да? А автор по утверждению Владимира Сергеевича, который странным образом не учел важность экземпляр, был сам Жаков Верне. Но это не рука Жакова Верне, это понятно. И, значит, в таком случае нам придется полагать, что был некий действительно копиист, который замечания Жакова Верне переписал таким почерком и похожим на почерк Жакова Верне. Или второй вариант, который кажется мне более рациональным. Придется отказаться в гиппозе Владимира Сергеевича и продолжать дальше поиски, насколько они возможны, анонимного автора этих замечаний. Вот в основном у меня все, у меня большой доклад по французски еще был сделан, но я думаю, что наши французские коллеги будут сделаны, и хотел прочитать его по-французски. Вот. Я прошу прощения французских коллег, которые здесь, может быть, присутствуют, что у нас, к сожалению, на втором заседании нет перевозчика. У них есть резюме, то резюме вы писали, вы завели не резюме писали Васильевича, а у вас есть этот праздник, но? У меня есть лица? Спасибо. Доклад. Вопросы, ревакции? Я правильно понимаю, что все-таки большая часть носит такой не очень обязательный характер? Это такие реплики, а про по. То есть не то, чтобы на число грубых ошибок, как те, что вы упомянули, было допустимым на каждой странице? Грубые ошибки были допущены, не нужно оправдывать в Ультера. Нет, 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 нет. Конечно, да. Нет, нет. Во-первых, я там говорю. Я просто о том, что... Как будто бы... Я так понимаю, что все-таки... Я не прочитала, и все-таки не помню. Да. Это примечание. Я воспоминала таким образом, что большая часть носит характер редких... Нет, там есть разные замечания. Есть просто вот возмущенные возражения в визитном духе, безымянно для того, как и автора физики по поводу Магомета и Магометанства во всемирной истории. А есть просто там исправления, вот такие мелочные исправления, которые презирал просто Вольтер. Сколько там человек был у Магомета? 113 или 334. На самом деле все пишут и скрепливо замечают анонимный критик. Их было гораздо больше, чем 113. Но цифру 113 может быть она опечатка в французском издании Ганьера. Истории Сарацина. Которое было в библиотеке Вольтера. Он просто оттуда переписал эту цифру. Она его особенно не интересовала. Сколько на самом деле у Магомета был человек. И так далее, и так далее. Только вы знаете... Ну, за 10 минут, я просто могу сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.